Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Альберт Гио. Французский художник, карикатурист, иллюстратор, мастер плаката. Данные я беру из Пикипедии. Данных достаточно мало, но вот все, что есть, да то есть иллюстрации, которые можно посмотреть. Родился в семье архитектора Эдмона Гио. Прияние на его творчество оказал Жюль Шерри, которого часто называют отцом современного плаката. Учился в Национальной высшей школе изящных искусств. Гио создал целый ряд театральных афиш, айклевных плакатов, счетов. Его произведения ценны в первую очередь как иллюстрация жизни французов во время прекрасной эпохи Золотого века в Европе, которая продлилась с конца 19 века до Первой мировой войны. Свою популярность Гио приобрел также благодаря сатирическим рисункам и карикатурам, которые публиковались в парижских иллюстических журналах, таких как Ле Фигаро Иллюстре, и в Блас, ну и так далее. Эти журналы возникли как реакция на возросший интерес парижан к искусству, культуре и политике. Своих работах Гио высмеивал слабости и недостатки французского общества, коррупцию, злоупотребление. Сегодня его плакаты по-прежнему остаются популярными, особенно в качестве украшений для ресторанов и баров. Обладатель бронзовой медали на всеверной выставке 1900 года в Париже. Ее публиковался в альбомах таких фирм, как Ernest Mindron, «Таиландер», «Лебрея» и «Люстрея». Видимо, вот так звучит и в населенном французском. Включая три альбома военных карикатур с предисловием к изданию 1896 года, написанной Жоржем Куртеллином. Альбер Гиом умер во время купации в сельской деревне Фальк в департаменте Дордонь, Франции в 1942 году, в возрасте 69 лет. Ну вот, немного информации. Немножко сегодня мы познакомились с Альбертом Гиомом, французским художником, карикатуристом, иллюстратором и мастером плаката. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим картины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok